Всем доброе утро, я с вами влог, я начинаю со стрижки. Сейчас у меня мама будет стричь. Многие спрашивали, а почему мама, почему не в салон пойти. У меня мама парикмахер, поэтому сегодня она обрежет волосы не только мне, но и Доминике. И я говорю, мам, ну давай ты с нами за компанию, поэтому скорее всего, что маму мы тоже пострижем. Поэтому оставайтесь с нами. Мама предлагала мне даже сделать челку. Говорит, давай сделаем тебе вот такую каре и челку. Я говорю, нет, у меня сразу, знаете, ассоциации с фильма... Криминальное чтиво. Я не готова, честно. Это та, которая... Да я сделаю тебе каре. Ну что, на сколько режет? Кончики, кончики подрежет. Да. Ой, Криво, давай еще подрежем. Нет, у меня так не бывает. Подстриженные волосы выглядят более опрятно. Обрезала. Ну вот так я теперь выгляжу. Я хотела вообще их не обрезать. Потом, когда мама начала резать, я уже хотела, в принципе, наверное, покороче. Но обрезала, как обрезала. В любом случае, я думаю, что в конце лета, может быть в сентябре, я еще чуть-чуть подрежу. И буду их приводить в порядок, потому что с волосами действительно произошла прям трагедия. Когда я переехала в дом год назад, чуть больше, у меня волосы были густые и длинные. Но стрессовые ситуации, плохая вода, может, еще какие-то причины, я не знаю. И получилось то, что получилось. Ну, как говорится, жизнь на то и жизнь, поэтому... Что не делается все к лучшему? Ну, не к лучшему, но делается. Вот. И сейчас я просто уже успела съездить на новую почту. Сейчас я вам покажу, что я с новой почты забрала, наконец-то. Наконец-то мы определились и выбрали Демиду зубную электрическую щетку. Вот она. Выбрали Филлипс, потому что... Потому что это Филлипс. Вот. Поэтому, девочки, спасибо вам большое за рекомендации. Очень многие написали, что Филлипс крутая зубная электрическая щетка для детей. И она с разными примочками. Сейчас мы будем разбираться и вам показывать. То есть, сделаю такой мини-обзор на нее. Знаете, я заказала у девочки когда-то обруч заказывала. И она делает еще вот такие вот повязки, типа тюрбан, да? Повязки, они очень прикольно смотрятся. У нее есть поменьше, есть побольше. Вот я взяла для пробы вот такой вот цвет. Мама увидела, говорит, я тоже хочу. И сумку привезла с Кракова. Слушайте, мне так нравится собирать их, потому что они прикольно, ну, как собираются. То есть, знаете, как собери сумку сам. То есть, вот эта вот крышечка отдельно, потом сама сумочка отдельно. Отдельно можно купить ремешок или цепочку. И, в общем, ты собираешь себе сумку по желанию, какую хочешь. Вот, я выбрала такую, она как бы повседневная. И вот так вот это выглядит. Ну, прикольно, мне нравится. Я люблю такие вещи. Они иногда очень освежают образ. У вас может быть самый обычный наряд, но с такой повязкой будет все по-другому. Вот, так что отдам, наверное, маме, себе закажу еще. Там есть разные цвета. Девочка молодец, и у нее недорого. Я, по-моему, за 100 гривен я купила. Она из Днепра. По-моему, из Днепра, да, или из Днепр-Сдержинска. В общем, откуда-то оттуда. Пока Демидушка спит, я решила распаковать и посмотреть, чтобы разобраться и сделать такой обзорчик. Вот, видите, герой приложения помогает ребенку выработать правильные навыки чистки зубов. Сейчас я буду все загружать в приложение, чтобы Демиду все показать, чтобы ему было интересно. И еще купить можно на официальном сайте. Вот, я внизу оставлю ссылочку. Смотрите. Тут можно поменять. Ребенок растет, может быть, надоедает. И можно разные добавлять. Ну, оформление. Классно. Так, ну что, открываем. Открываем. Я еще себе и демидчики хочу. Вот, я там видела на сайте, что мне понравилось, что вот 8000 крючок. Конечно, купим чуть дешевле, но тоже Филипс. Ой. Классно, даже наклечки есть. Ну что, дорогая наша щеточка, как долго мы тебя выбирали. Сейчас будем разбираться. Я же вам уже говорила, да? Спасибо вам за рекомендации. Вот, видите, две насадки. Одна для совсем маленьких зубиков, вторая побольше. Так что супер. Оформление найти разноцветное. Видите, какие тут есть. Мама, ну тебе какой-то мне подарок. Ну иди, я тебе покажу, какой у тебя подарок. Залазь. Там щетка. И кисточка такая щетка. Да. Это твоя щетка. Ее нужно на батарейки ставить. Не надо. Там уже есть батарейки. Она на аккумуляторе. Света, знаешь, что я тебе покажу? Смотри. Сейчас мы будем чистить с собой зубки. И тут есть вот этот вот чувачочек. Какой? Покажи. Спаркли. Его зовут Спаркли. Он будет помогать тебе чистить зубки. А как он будет мне помогать? Как он будет тебе помогать? Сейчас я тебе все покажу. Смотри. У мамы есть приложение. Среди кучи других приложений. Да, смотри. А ну Николь, держи. Я вас буду снимать. Вот, это Димит. Я? Это ты, да. Вот, мама. С часами. Да, с часиками. Смотри. Так, нажимаем. Играть. Я хочу с ним вот так играть. Вот, и ты сейчас будешь вместе с ним. Смотри, у него зубки грязные. Видишь, его надо почистить. Будем чистить? Да! Я хочу. Смотри, вот здесь вот мы сейчас нажмем начать чистку. Сейчас мама пойдет. Да, пойдет тебе. Я буду чистить. Хорошо. Синь, а он будет постоять. Я пойду помою щеточку, хорошо? Да. Вот. Вот тут вот есть такая щеточка для маленьких деточек. Есть еще одна. А ну-ка, для деточек постарше. Видишь? Это моя щетка. Смотри, это две твои. Да. Просто, получается, мы начнем вот с этой маленькой. Она вообще с трех лет. А подрастешь, будешь это чистить? Ну, как подрастешь. Я думаю, что мы привыкнем с маленькой, а потом начнем чистить вот той вот. Хорошо? Да. Все, я пойду ее помою. Я буду каждый день так с ним чистить. Да, и утром, и вечером. И наклеечки. Удем, кстати, зубная щетка под цвет пасты. Или паста под цвет щетки. Она с блесточками. Да, и вот у него была до этого. Ивану, Ника, покажи. Дракоша. Вот челюсть. Да. Дракоша. И сейчас я купила по вашему, кстати, совету. Я писала пост в инстаграме. Вы мне вот посоветовали вот эту вот зубную пасту. Так что она с блесточками такая. Покажи. И, кстати, первые, я не помню, сколько вы чистите по минутке. Ребенок привыкает. По-моему, 10 или 12 сеансов. А потом уже щетка переведет вас на режим 2 минуты. Когда ребенок чистит, он как бы приложение понимает, где он там чистит. И если где-то недостаточно, он говорит, почисть еще там-то. Еще, да, да. Так что очень удобно. Или если ребенок начинает медленно, то он говорит, давай быстрее. Типа такого. Я хочу его комить. Но когда есть щетка, во-первых, аксессуары, во-вторых, ему можно сделать домик красивый. Там еще на улице его можно гулять. Типа, ну, много всего. Доволивай, да? Да. Боже, радости сколько. Помнишь, раньше была детская игра Джинджер, рыжий котенок? Помню. И я помню это в вашем возрасте. А в нашем, девочки, помните? У нас были тамагочи. И когда они умирали, мы плакали. Кто застал, напишите в комментариях, у кого были какие истории с тамагочи. Я тоже любила чистить зубы вместе с Джинджером. Там, правда, не такой навороченный. Там, типа, просто три минуты ты чистишь вместе с ним. И кушала я даже вместе с ним. Я тоже так хочу. Дети нового поколения. Я тоже так хочу. О чем я говорила по поводу режимов. Вот есть режим одной минуты, есть режим двух минут. То есть, когда ребенок только-только начинает пробовать, начинает чистить именно вот с электрической зубной щеткой, то сначала одна минута, несколько сеансов, а потом вы можете переключить на две минуты. У меня и кисетка только с ним. Че они, молча они? Вот. И потом вот этот вот чехольчик, он одевается вот сюда вот. И у Демида не просто голубая зубная щетка, но она с льдинками. У нас же шон теперь... Это облака. Облака, я думала, льдинки. У меня это льдинки, они такие... Смотри, это стиль такой. А, ну хорошо. Куби, извини, я не разобралась. Так, я тут под конец чуть-чуть наеду. Куда ты тулишь? Так мы же эту штучку сейчас клеить будем. Мы же клеить. Не хочу, я хочу спарки поклеить. А мы сейчас сверху еще вот сюда вот мы куда-то приклеим спарк. Куда? Сейчас. А, Ника, клеит. Вот радость и прям игра. Я льдинка. Да-да-да-да. Девочки, у нас утро. И мы составляем план. Дня рождения Демида. Первую, кого он позвал, это София. Потом Бэтмен. Вот, да, Лева? Так что у Демида через месяц день рождения. Только с подарками. А ты разве своих друзей без подарков не хочешь видеть? Ну, я хотела. Ну, с подарками, да? Да. А что ты хочешь подарок? Это за Демида. Ну да. Какой? Угу. Огромный. Огромный? А что там должно быть? Это подарки. Я помню, я мечтал о Маквинном большом на пульте уповенья. Да, помню. Хочу это подарок. Так, хорошо. Какой еще? Лего. Лего. Угу. Да, знаю. Хотела ты давно Лего. Так, что еще? Я мечтал, ну, Лего и там Бэтмен был. Лего, Бэтмен. Хорошо. Ну, Камин, можно достать, в принципе. А пультон, получается, будет где-то его прикрепить, да? Да, надо было бы, да. Это вытяжка, да? Да. Не, ну, это не только вытяжка, это и притоки вытяжка. Ну, надо будет разобраться, что, куда и как. Да. Вот столько всего интересного. Мы, кстати, купили на кухне стулья, потому что у нас там не очень, и я не знаю, как мы сейчас их будем запихивать. Я на эмоции их купила, но теперь думаю, а как мы их довезем? Да, хороший вопрос, потому что багажник наш не самый вместительный. Ну, не надо. В Тэмире очень вместительный багажник, это первое, а второе и салон там будет здорово. А что надо, Лего? Не обижай мою машину. Ой, ты сама хочешь ее продать? Не говори же при ней. Ты филом. Да, я знала, что ты так скажешь. Я уже не хочу, я хотела, а теперь не хочу. После твоих слов, типа, ой, тут так много интересного, я сразу представила, так, взрывчатка, большой грузовик, ночью. Ника, о чем ты? Не, ну ты просто так сказала это. Было прикольно, если бы ты этот прыжок на лоб прилепила. Глав как единый ров. Я к тебе прилепила с удовольствием. Я не против. Брям с удовольствием. О, круто. Это у нас будет дома очумелые ручки. Ой, Блин, это вообще круто. Я-то думала, что они уже собраны. Думаю, как их забезапихивать? Что, он ушел? У нас три шутки. Знаешь, такой принес. Так, давайте смотреть. И попрощался. Ага, такой раз, два, а, все нормально. Три. Да, три. Да, нормально. Три, да, пять, все тоже на месте. Слушай, Хронис, не здравствуй, не до свидания. Да, кстати. Может, он тихо сказал, что мы не слушаем? Да, наверное. Мы вам дома покажем, сейчас мы ими собирать. Это мы слушаем, как мы поем. Я думала, что это слышит. Душа поет. Душа поет. Вы поете в машине, напишите в комментарии. И нравится ли вам то, что, как бы, получается. Вы получаете в результате. Ну, на самом деле, когда поешь, думаешь, боже, как красиво ты поешь. Когда выключается музыка, ты понимаешь, о, боже, это я. Ну, у меня лично так. Правда. Ника классно поет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть. Ну, я не вытягиваю его. Ну, пожалуйста. Я не вытягиваю. Ну, сейчас классно у тебя получилось. Потому что там я тяну. А вот это... А ты спой там, где ты тянешь. Ну, пожалуйста. Я не пробовала просто петь даже эту песню. Поэтому я не знаю, как... На камеру стесняется. Ну, поет классно. Просто кое-где, естественно, не вытягивает, но она этому не учится. Поэтому сейчас с сентября я хочу отдать ее в музыкальную школу на класс гитары, потому что она играет на гитаре. И потом уже на вокал. А вот если брать на тональность ниже... You say... Ника сказала, что она стулья соберет сама. Она фиксиков пересмотрела. Инструкции для чайников. Да, кто смотрел с детьми фиксики? Так что не обессудь, если я что-то сделаю не так. Это помнишь, когда... Если ты будешь кушать и случайно упадешь. Помнишь, когда этот винтик один потерялся, и он... Да, он сбежал. Да, да, да. Все ты, мой хороший, ты пришла в себя. Она у нас утравилась. На полдня пропала. Мы уже потеряли, думали ее. Она потом нашлась, но уже больная. И вот три дня она отлеживалась. Сегодня возили ее к ветеринару. Ей было три... Четыре укола ей сделали. В общем, она отошла. Сейчас просит кушать, я делаю ей куриное филе. Филе мое куриное. Вот такой. Вот хорошая девочка. Есть еще ничего. Тормозит укол. Жесть. Я не хочу туда остановиться. Жесть, как сносит просто. Есть. Под крышей метро выезжаем. А тут такое. С ума сойти. Дубль два. Походила чуть-чуть, несколько дней с такой длиной. И сегодня сидела в машине, ну, перед лекцией там, и фоткалась. Ну, сама себя играю с зеленовым образом. И такая подумала, я хочу отпустить обратно длину. И я не планирую как бы больше обрезать. Но у меня никогда не было как бы относительно коротких волос. Поэтому я решила, что мама, правда, отговаривает, еще отрезать, поиграться с такой длиной и уже отпускать. Вот. А можно мне коры? Не нервирую бабушку, она и так сейчас не хочет меня обрезать. Вот так хочешь? Вот так? Да. Вот такую длину? Наверное, я же не вижу. Смотри, псих, псих. Я в отражении вижу, как ты кривишься. Такие волосы. Так хорошо сзади лежит. Все. Аня. Ты меня слышишь? Я хочу. Не надо. Ты потом будешь плакать. Немало. Ну что, ребята. Вот. Что я сделала. Я уже сказала, да, почему я так решила сделать. Потому что я хочу дальше отпускать свою длину. Но у меня никогда не было удлиненного коре. Я подумала, почему бы. Может и жизнь поменяется. Спасибо, что посмотрели это видео. Делитесь этим видео с подругами, если что-то нашли интересное. И до новых моих влогов. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok